Добрый день, дорогие друзья! С вами Серафима Морозова. Я представляю наш канал Здоровы с нами. И сейчас я хочу поговорить о капельнице, которую мы капаем сейчас Марии Николаевне. Сначала мы прокапали 10% раствор димексида. Это вот димексид. Вот такой фиолетовый он очень хороший. Это у нас Москва, Ленинская Слобода. Он весь у нас полностью замерз в холодильнике при температуре плюс 8. То есть это показатель, что там 99% препарата. Физраствор. И вот здесь у нас 5% раствор соды. Вот мы шприцем набрали. В маленьком флакончике мы прокапали. Вот здесь вот мы прокапали 10 мл в капельнице. Потом 20 минут мы капали физраствор. И потом поставили капать вот 5% раствор соды. Не более 100 мл мы прокапали. Для чего мы это сделали? Просто мы здесь видим, что у нас, у Марии Николаевны, вот ее стопа. Она начала, пальцы начали краснеть, отекать. То есть идет сильный выброс. Она у нас на противогрибковой диете. И отеки. То есть это говорит о чем? Что почки не справляются, лимфа стоит. Потому что она очень мало ходит. И ноги у нее все время внизу. Вчера мы ей поставили пиявки на промежность и на анус. Сделали вот здесь вот на стопе. Видно вот тут вот следы. Подкололи как хиджама без баночки. И немножечко расслабили ногу. И сегодня поставили вот эту вот ей противогрибковую, противогрибковый протокол с димексидом. Будем капать, наверное, 4 капельницы каждый день по одной. Завтра сделаем на стопу хиджаму. И мы ввели с сегодняшнего дня Марию Николаевну опять в голод. Посмотрим сколько дней, как будет вести себя нога. Потому что на голоде у нее был прекрасный сахар, прекрасное самочувствие. И нога была лучше. Сейчас на еде видно, что нога, в общем, ухудшается. Поэтому вот такое вот идет у нас лечение. Как вы себя чувствуете, Мария Николаевна? Хорошо. Она себя чувствует хорошо, но по ноге видно, что нога... Но она просто сейчас у нас пьет еще стимулин и АСД. И, скорее всего, стимулина АСД вот это все вместе дают вот такое вот вытягивание изнутри всей вот этой дряни. Потому что вся у нас Мария Николаевна в грибах. И вот мы с грибами должны поработать. Ногти, кстати, у нее собираются отслаиваться. Вот если вот так посмотреть, то ногти отпадут. И потом будут расти новые чистые ногти. Вот это на противогрибковой диете. То есть не надо снимать. Просто мы туда будем капать и будем чистить немножечко ногтевой лужи. Вот такой у нас идет процесс лечения. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова